Да нет, я не скажу, наверное, только в Москве, когда они просят отменить заказ, а потом очень долго везут до дома. И очень страшно в этом становится, в стоимость такси входит же страховка. Конфликтов каких-то не было, нареканий тоже нет. Безусловно, разные водители попадаются, как правило, это матичинское телевидение, в плане национальности, скорее всего. То есть преобладание от каких-то таких национальностей больше встречается, а так каких-то нареканий нет. Опрос на улицах города показал, претензии к работе таксистов есть. Использование агрегаторов по поиску машины не является гарантией того, что водитель будет соблюдать правила дорожного движения, уважительно себя вести или физически не навредит пассажиру. Еженедельные рейды сотрудников управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта региона совместно с сотрудниками Матичинского ГИБДД успешно пресекают незаконную деятельность недобросовестных водителей. С начала года в Матищах были остановлены и оштрафованы более 80 таксистов. Здесь в российском факте, то с правами, вы не имеете права, отлично, вы в процессе, отлично, отлично, слава богу. Приезжайте, работайте сколько угодно, но перед тем, как работать в такси, получить водительское удостоверение российского образца, это закон. Этот водитель такси пытался выдать пассажира за своего знакомого. Нелегальному водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей, а белую Кио отправят на штрафстоянку. Пользуясь услугами нелегального такси, вы подвергаетесь свою жизнь и здоровье опасности. Борьба с правонарушителями выглядит именно так. Консультант территориального отдела Министерства транспорта Московской области Игорь Малышев говорит, что такие случаи не редкость. И напоминает пассажирам, что водители-нелегалы не проходят предрейсовое медицинское освидетельствование, машины, технический контроль. Нередко они не имеют прав российского образца, нет стажа вождения. А значит, такая поездка сродни русской рулетки. Пассажир не застрахован и от криминальных историй. Найти водителя будет практически невозможно. Многие недобросовестные агрегаторы снимают с себя ответственность за действия водителей, объясняя это тем, что только предоставляют площадку для поиска заказов. Пассажир может это проверить. В частности, когда он садится в машину, согласно приказам Министерства транспорта и требованиям федерального закона, в салоне машины должна быть информация о фрактовщике. В виде этой надписи или какой перевозчик осуществляет эту деятельность или QR-кода, по которому пассажир может узнать, действительно ли эта машина имеет разрешение и официально же она зарегистрирована. Напомним, заниматься перевозкой пассажиров могут водители, имеющие российские права или выданные в государстве, где русский язык является официальным. В ходе сегодняшней проверки было выявлено шесть водителей без лицензии на перевозку людей. Подобные рейды позволяют выявить правонарушения и сделать поездку в такси комфортной и безопасной для каждого.